Предпринимательница из Абакана обманула несколько человек на 3 миллиона рублей. Люди заказывали у нее строительные услуги. По факту же аферистка забирала деньги, а до стройки дело не доходило. Теперь ее будут судить за мошенничество. Установлено, что 30-летняя местная жительница действовала в период с 2018 по 2020 годы. Ее жертвами стали как минимум 17 человек. Все эти люди заключили с мошенницей договоры на строительство домов и внесли предоплату. Деньги обвиняемая потратила на свои нужды. Уголовное дело направлено в Абаканский городской суд, сообщает республиканская прокуратура. У невыездных должников начнут изымать загранпаспорта. Соответствующий закон вступит в силу до конца года, пишет российская газета. По данным Федеральной службы судебных приставов России, за 5 месяцев этого года в списке невыездных были включены более 6,5 миллионов должников. Главная неприятность, которая грозит им на границе, это закрывшиеся прямо перед носом ворота. В перспективе же у невыездного должника пограничники, скорее всего, заберут за кран паспорт. Хотя вполне вероятно, что и до границы человек не дойдет, так как раньше изъять паспорт у него должны будут судебные приставы. Не навсегда. После выплаты долга документ будет возвращен. Сотрудники Саяна-Шушенского заповедника поделились уникальными кадрами игр сибирских горных козлят. В фотоловушке оказались два детеныша, которые активно играют и даже вступают в бой между собой. Как пояснили экологи, кормящие самки сибирского горного козла привязаны к водопоям, поэтому большая часть копытных встречается на крутых прибрежных склонах, густо поросших кустарниками и забилующих каменными глыбами. Стремительность, с которой они передвигаются по, казалось бы, отвесным скалам, используя какие-то едва заметные выступы и полочки, всякий раз удивляет наблюдателей. Все эти навыки скалолазания очень важны для козерогов, особенно для уязвимых молодых козлят.